Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале новой торговой недели. Как и всегда, предлагаю традиционно подвести итоги прошлой торговой сессии. В целом, как вы помните, в понедельник у нас есть возможность еще раз пробежаться по основным фундаментальным событиям. Для этого у нас вебинар «Правильный понедельник» в 16.30 по московскому времени он сегодня состоится, поэтому традиционно пользуюсь возможностью и приглашаю вас всех на него. Там мы пробежимся по ключевым макроэкономическим и новостным событиям прошлой недели, посмотрим, каким реакциям на рынке они привели, посмотрим на те отчеты, которые на повестке этой недели и поставим среднесрочные ценовые ориентиры по наиболее популярным и ликвидным валютным парам. Это все в 16.30 по московскому времени. Если не будет возможности поприсутствовать в режиме онлайн, не беда, поскольку уже с завтрашнего утра запись будет доступна на нашем официальном канале на YouTube, поэтому подписывайтесь на него, весь видеоконтент вам всегда доступен, ни одного обновления вы не пропустите, оставляйте ваши вопросы, комментарии там, ну и конечно же ставьте лайки. Ну а сегодня мы разберем заключительную торговую сессию прошлой недели и посмотрим на то, как нам следует действовать дальше. Начнем мы, давайте, как и всегда, классически с того, что наблюдалось на рынке черного золота. Хай по бренду в пятницу 52.83, но вы помните, мы с самого начала с вами ориентировались на то, что восходящее ралли по этому максиму вряд ли будет продолжено, поскольку, чтобы бренд смог преодолеть столь важный уровень технического сопротивления, 52.5 на рынке должен был быть соответствующий фундаментальный повод – катализатор, за который можно было бы засыпиться и, соответственно, пойти выше. Кто-то может сказать, что такой фундамент есть, ведь нефтедобывающие страны, но прежде всего костяк ОПЕК договорились о потенциальном ограничении добычи. Но это произошло две недели назад. И если последить за динамикой и за реакцией бренда на факт этих договоренностей, он и так уже забрался очень высоко и, по сути, прибавил около 10%, коснувшись вот как раз планки ценового значения 52.83. Это локальный хай. И можно сказать то, что даже июньский хай был поменен. Но чтобы их двинуть дальше, нужно, чтобы нефтедобывающие страны последовали делом за словом. И чтобы Саудовская Аравия и Иран дали нам четко понять, в каких объемах, собственно, эти регионы будут корректировать производство. Подробности об этом мы с вами непременно узнаем, но произойдет это только в формате официальной встречи по итогам, запланированной на конец ноября. 30 ноября она состоится в Вене. То есть до этого у нас еще практически два месяца. Мы понимаем, что эти два месяца рынок может, конечно же, показывать те или иные движения, настраиваясь исключительно на те информационные сообщения, которые будут поступать по этому поводу. Но мы изрядно уже поспекулировали на факте этих договоренностей. Я считаю то, что рынку пора бы знать и честь, и прежде чем все-таки заучиться поддержкой стоящего фундамента, показать и коррекционную динамику, потому что она сейчас более оправдана. Однако вы помните то, что на торговую сессию пятница мы с вами говорили, что вряд ли бренд будет двигаться уверенно выше 52,5. И, скорее всего, после тестирования этой планки, она, между прочим, была нашей целью, можно будет рассчитывать на коррекционный откат. Собственно, это и случилось. Клосс 51,74. Минимальное значение по дню было еще ниже. И сейчас актив торгуется на отметке 51,50. Факторы, которыми трейдеры все-таки руководствовались на заключительной торговой сессии, факторы, которые легли в основу коррекционной динамики. Во-первых, это, конечно же, техника. Важность технического уровня сопротивления, преодолеть наскоком которой без должной поддержки было невозможно. Во-вторых, это классический эффект пятницы, когда в рамках недели у нас явно состоявшаяся ралли. Логично предположить то, что трейдеры будут фиксировать результаты уже неплохого профита, длинных сделок, и фиксация результата будет провоцировать уже обратную динамику по активу, собственно, коррекцию, которую мы с вами наблюдали. Рассчитывали также и на фундаментальную поддержку. В пятницу это отчет BakerHudges, который указывает на количество платформ в США. Мы увидели снова прирост. В этот раз не такой динамичный, как на позапрошлой неделе, 428. Сейчас 425, то есть плюс 3 штуки. Соответственно, высокие цены на нефть, которые мы сейчас наблюдаем, действительно делают сланцевый бизнес весьма рентабельным. И каждый раз, когда Brent набирает доллар за долларом, мы говорим о том, что рентабельность повышается. И это выступает ключевой причиной, вследствие которой американские нефтяники возвращаются, скажем так, в большой бизнес. Если, опять же, проецировать вот эту динамику роста количества платформ, здесь нужно сделать простой, абсолютно логичный вывод, что увеличение нефтяных месторождений работающих будет способствовать увеличению добычи нефти. Пока, честно говоря, по цифрам по производству, мы их также анализируем каждую среду, мы не видим то, что за последнее время, даже несмотря на существенное количество платформ, сильно изменились объемы производства. Но, возможно, мы будем наблюдать отложенный эффект. И с временным лагом вернемся к отдаче, опять же, роста количества платформ на общий показатель по производству в конце 2016-го, в начале 2017-го года. И если действительно производство будет увеличиваться, соответственно, это окажет давление на общую проблему перепроизводства в рамках всей мировой экономики. И позволит трейдерам, которые продолжают делать ставку на то, что Brent все-таки неоправно сейчас сильно много стоит, сделать ставку на коррекционный откат. Я считаю то, что эта идея еще вполне состоятельна, тем более, что, да, мы получили серьезный фундамент поддержки. Но не забывайте о том, что это лишь предварительные договоренности. Поэтому, если 30-го ноября Саудовская Аравия и Иран все-таки сообщат нам о том, что нет сейчас необходимости, чтобы ограничивать давление, мы только убедимся в том, что ОПЕК продолжает лоббировать старый добрый посыл, который предполагает экспансию на рынке мегаресурсов и, как минимум, сохранение собственной доли. А любые действия, которые предполагают ограничение добычи, это, конечно же, равносильно идти против тех идей, которые поддерживались ранее. Поэтому, несмотря на договоренности, я все-таки продолжаю быть уверенным в том, что эти регионы вряд ли пойдут на ограничение добычи. Но, к сожалению, нам придется подождать немало времени, по сути, два месяца, ну, без десяти дней, поскольку сегодня у нас 10 октября, чтобы фактически получить железобетонное свидетельство того, что же может случиться на рынке энергоэсурсов по ограничению добычи. Будут ли стороны ограничивать производство, выработку для того, чтобы согласовать меры по восстановлению баланса спроса и предложения, это большой вопрос. Я считаю то, что до ограничения добычи все-таки вряд ли дойдет. Поэтому мой посыл, поскольку мы с вами добрались до нашей короткосрочной цели, которая предполагала использование бычьего потенциала, то есть цели касания сопротивления 50-20,5 доллара за баррель, можно пересматривать, собственно, свой подход к трейдингу по бренду, разворачиваясь на ближние коррекционные идеи и ставить уже на то, что бренд будет корректироваться сначала в уровень 50, а потом и ниже. Поэтому я снова призываю вас к тому, чтобы искать локальные возможности для распродажи сырья. На этой неделе у нас статистика традиционная, запасы это сначала от Американского института нефти. Традиционно у нас отчеты выходят во вторник в 23.30, но поскольку сегодня в США выходной день, день Колумба, отчеты, разумеется, едут на один день вперед, поэтому АПИ у нас будет только в среду. А вот официальный отчет по запасам нефти от Минэнерго вместо среды, соответственно, переносится на одну торговую сессию вперед на четверг. Ничего, подождем. Если в этот раз запасы будут свидетельствовать о хотя бы незначительном приросте, значит давление на нефть будет усилено, исходя уже не только из технических факторов, но и исходя из фундамента. Также напоминаю, что в качестве ближайшей идеи фундаментального характера и новостных ожиданий нам стоит зацепиться за предстоящий энергетический конгресс, который состоится в Стамбуле. В частности, ОПЕК на прошлой неделе буквально в конце подтвердили, что Саудовская Аравия, Ирак и Иран примут в нем участие, и плюс ко всему в этом конгрессе будет участвовать и Россия. Обсуждаться будут детали потенциальной сделки, которая может быть достигнута в конце ноября. Но вы помните, что мы с вами и до встречи в Алжире говорили о том, что рассчитывать на какой-то позитив не стоит. Не будем наступать на ограбли дважды, не будем каркать, несмотря на то, что понимаем, что вряд ли, конечно же, договоренности какие-то будут, но велика вероятность какого-либо сюрприза. Если он будет обозначен на рынке, я вам первым делом об этом сообщу. Но пока руководствуемся тем откатом, который идет уже, и надеемся, что Brent все-таки будет стоить ниже 50 долларов за барр, может быть, даже до конца этой торговой недели. Российская валюта 62,23, так же, как и предполагали, уровень поддержки 62 против американца держится, и даже восстановление цен на нефть, которые превысили 10% за очень короткий промежуток времени, не позволило рублю крепиться ниже этой планки. Сейчас на откате, который коррекционным, который идет по Brent, рассчитывать на то, что этот уровень падет, наверное, неправильно. Поэтому давайте делать ставку на то, что мы будем наблюдать потенциально возрастающий факт девальвации рубля и с возможностью ухода постепенного, конечно же, выше 63-64 к нашей уже каркасочной цели, которая должна быть обозначена на отметке 65 рублей против доллара. Эта сделка справедлива как для спекуляций на финансовых площадках, так и для обычных физических операций через обменники. Если есть, конечно же, возможность конвертировать рубли в доллары, если вы также считаете, что рубль все-таки еще не повидал своих плохих времен, может быть, даже худших, то даже до конца 2016 года сделка, связанная с приобретением валюты по текущему курсу, может принести не меньше 5% дохода. Я уже делал на этот акцент, снова напоминаю вам и подчеркиваю, что 5% за короткий промежуток времени, меньше, чем в квартал, это достойная ценовая института, тем более, что банковские депозиты могут в лучшем случае обеспечить вас 10% приростом, но это в перспективе целого года. Европейская валюта против доллара. Сейчас торгуется на отметке 1.1183, и даже несмотря на такой серьезный фундамент, который присутствовал на рынке, его оказалось недостаточно, чтобы евро смог выйти за пределы узкого боковика, границ консолидации, в которых находится очень долго. 1.11. Мы видели, как в пятницу большую часть дня евро находился под серьезным давлением, серьезно просел, добрался до планки 1.11, и вот чтобы преодолеть ее, было совсем рукой подать. Но на рынке объявился такой отчет, как Non-Farm Perils, который, по идее, исходя из наших ожиданий, должен был стать причиной роста доллара. К сожалению, наши предположения не подтвердились, как и всегда. Спекулянты предполагают, а рынок располагает. Non-Farm Perils преимущественным образом разочаровал трейдеров и привел напротив к ослаблению американца, чем воспользовались рисковые инструменты. И после выхода этого отчета мы видели, как пара евро-доллар восстановилась с отметки 1.11 до уровня 1.12, то есть компенсировала все дневное снижение и вернулась, по сути, к тому уровню, с которого мы начинали неделю. И сейчас евро-доллар котируется рядом с примерно сопоставимыми ценовыми значениями. 1.1183, но погрешность, скорее всего, в несколько пунктов. Если говорить про фундамент пятницы, то вышли данные по промпроизводству. Здесь стоит отметить то, что отчет был очень хороший. В частности, промышленное производство в годовом выражении прибавило 1.9% против прошлого спада на 1.3% в месячном, плюс 2.5% против прошлого сокращения на 1.5%. Действительно, сильный отчет особенно вытянуло все промышленное производство. Динамика активности в обрабатывающей промышленности там рост был больше 3%. Но этот отчет был опубликован в первые половины дня. И поскольку в этот момент евро находился под давлением, можно сказать, что евро этот отчет проигнорировал и поглядывал больше за американцев. Однако, когда выступил председатель Европейского центрального банка Марио Драги, анонсирующий, по сути, готовность ИЦБ к новым экономическим стимулам, тут евро уже не осталось ничего другого, как сохранить понижательный вектор и, напротив, даже ускорить это снижение. По факту выступления Драги мы видели, как евро действительно очень сильно прессинговал и добрался до той поддержки, которую я с вами обозначил сейчас. Это 1.11. Из тезисных и основных моментов выступления Драги стоит отметить то, что председатель Европейского центрального банка дал понять то, что действующая программа количественного смягчения, она жизненно необходима сейчас для всего валютного блока. Никто не сомневается в том, что те параметры, которые сейчас являются ее основой, были верными. И на текущий момент, исходя из ухудшения экономической конъюнтуры и очень совершенно неясных перспектив, исходя из Брэкзита, поскольку эта тема в последнюю неделю, пожалуй, являлась основной для обсуждения среди спекулянтов, Драги считают то, что ИЦБ может рассмотреть возможность даже более агрессивных стимул. Ну, по крайней мере, для скептиков, которые считали то, что ИЦБ может выйти из программы количественного смягчения еще до марта 2017 года, он развеялся. Вот эти сомнения, отметив, что программа QE, скорее всего, будет действовать даже за пределы марта 2017 года. Ну вот, что касается ее объемов, пока, конечно же, она сохранена на текущих уровнях. Однако, если спустя какое-то время мы поймем то, что давление на индекс потребительских цен все равно сохраняется, даже несмотря на восстановление цен на энергоносители, Европейский центральный банк может проявить большую решительность через новые экономические стимулы. Поэтому позиционно у нас евро остается среди аутсайдеров. Вы помните, что в начале прошлой недели на рынке фигурировала тема о том, что ИЦБ задумывается о том, чтобы выйти из-за столь агрессивного выкупа активов. Драги, по сути, точнее, дал понять, что таких решений в рамках европейского регулятора не рассматривалось и не обсуждалось. Рынок на этой неделе в отношении евро можно назвать безидейным. Ну, если евро не смог покинуть границы диапазона тогда, когда у нас был столь серьезный фон по США, по Брезиту, ну, наверное, полагать, что это случится сейчас, будет не совсем правильно. Ну, все может быть. Хочу просто сделать акцент на то, что если Драги рассматривает возможность новых экономических стимулов, мы не должны забывать о том, что это действительно может стать реальностью. То есть для евро это потенциальный негатив. Мы следим за макроэкономическим фоном, который в целом представляет сейчас баланс, но с большим смещением все-таки в сторону негатива. Мы знаем о проблемах Deutsche Bank, мы знаем о неясных перспективах решения вопроса по Брезиту, выхода Англии из состава Европейского Союза. И мы поглядываем на динамику доходности, разницу доходности американских бумаг и, соответственно, европейских немецких бунтусов. И эта разница по-прежнему, хотя бы по двух лет, если смотреть, превышает 150 пунктов. Это рекордный максимум. Про это ни в коем случае не стоит забывать. И ясно понимает, что она может в любой момент усилиться, создав возможности для перетока доп. капитала именно в американские активы. То есть контраст монетарных политик ЕЦБ и ФРС, он сохраняет свою актуальность. И это ключевой аргумент для долгосрочных трейдеров, чтобы с большим акцентом и с большей вероятностью на благоприятный исход рассматривать именно продажи евро против американца. Наша цель остается неизменной. Ждем снижения пары евро-доллар в район 1.10. Но, к сожалению, non-farm variables нам не поспособствовали, потому что мы быстрее добрались для этой цели. Придется снова ждать. Дальше идем. Доллар против японской иены. Сейчас торгуется на отметке 102.94, но видим то, что доллар сегодня может несколько реабилитироваться в глазах трейдеров и попытаться забраться еще повыше. Но очень важно проанализировать те данные, которые мы с вами получили в пятницу. Это ключевой отчет по состоянию американского рынка труда. Действительно, он, мягко говоря, оказался разочаровывающим. По крайней мере, количество созданных новых рабочих мест, вне сельскохозяйственного сектора 156 тысяч против прошлого 167 тысяч. И если бы не положительная динамика по росту заработных плат, здесь действительно позитив 2,6 в годовом, эквиваленте прирост 2,4 и в месячном 0,2 с прошлого 0,1. Возможно, давление на американца было бы более значительным. Вы помните то, что эту статистику мы с вами ждали не только с позиции того, что хотели посмотреть на текущую тенденцию, складывающуюся на американском рынке труда, но еще с позиции того, как этот отчет повлияет на вероятность повышения процентной ставки. Так вот, если снова сослаться на FedWatch, который оценивает фьючерсы на повышение процентной ставки, в целом ситуация не изменилась. Около 10% того, что такие изменения могут случиться в ноябре, и больше 65% того, что это произойдет в декабре. Я не знаю, какая позиция является для вас более приемлемой. Верите ли вы в доллары? Считайте то, что макроэкономическая статистика в конечном счете выведет ФРС на те условия, которые позволят ужесточить монетарную политику. Знаю то, что среди трейдеров есть много долларовых оптимистов, которые верят в то, что американский центральный банк пойдет на нормализацию денежно-кредитной политики, и, соответственно, такие ожидания позволяют ставить на дальнейший рост доллара. Но до декабрьского отседания еще очень долго. И последний отчет по Non-Farm Pearls, честно говоря, лично мне намекнул и дал понять то, что риторика, несмотря на риторика представителей ФРС на потенциальную жесткость, может быть все-таки несколько наиграна именно с позиции ожидания того, что эти изменения все-таки случатся. И поскольку до декабря у нас еще очень, в принципе, много времени, мы видели, как доллар активно теряет ценовые позиции, сразу же после выхода важных макроэкономических отчетов, я считаю то, что такая картина указывает на то, что пара доллара-японская иена, прежде чем сможет пойти выше 104 иен против американца, еще и скорректируется. Поэтому, по крайней мере, до конца этой недели я предлагаю вам руководствоваться не длинными сделками, а поставить как раз на возможность ослабления ценовых позиций доллара против американского, точнее, да, доллара против японского конкурента. И в качестве цели ближайшей отметить уровень 102 иены против доллара. Если до конца этой недели мы увидим, ну, если это случится в ближайшей торговой сессии, мы обязательно с вами скорректируем ценовые ожидания. Но, полагаю, что давление на американца сейчас будет более выраженным. Поэтому я предлагаю краткосрочно, как уже отметил, сейчас, не забывая о потенциальном росте доллара, но это долгосрочно ориентиры, краткосрочно использовать и потенциал возможного ослабления оппозиции американца против иены. Даже несмотря на то, что в ходе заключительного фундамента пятницы мы снова услышали жесткую риторию от госпожи Мейстер, которая выступила и недели ранее, и в начале прошлой недели его завершила пятидневку. Тем, что мониторинг последних макроэкономических показателей позволяет надеяться на то, что картина фундаментально улучшается, и лично одна будем голосовать за повышение ставки в ноябре. Но судя по тому, что от нее мы слышали это неоднократно, и судя по тому, что такую позицию поддерживали многие чиновники ФРС и голосующие члены доллара, они особо активно верят в это, полагаю, что не все так прозрачно, скажем, в отношении перспектив денежно-кредитной политики. А поэтому наша задача сейчас продолжить внимательно следить за фундаментом, не игнорировать тот факт, что есть все-таки потенциал и для ослабления американца. Фунт против доллара. Сейчас котировки 1.2401. Фунт по-прежнему остается самым обсуждаемым валютным активом на финансовых площадках, особенно после того, что мы наблюдали на азиатской сессии в пятницу. Из причин, которыми сейчас можно объяснить ту разгрузку, которую мы видели по фунту, на самом деле идей было множество. Но сейчас большинство участников рынка сходятся во мнении, что, скорее всего, речь идет об алгоритмической ошибке, которая имела место быть. И эта ошибка была, опять же, связана с выставлением колоссального по объему ордера на продажу, который мы увидели на низколиквидном, практически неликвидном рынке. Напоминаю вам, что у регуляторов, крупнейших маркетмейкеров, действительно, есть возможность поддержания ликвидности на финансовых рынках за счет подобного алгоритмического трейдинга. Но, конечно же, нельзя допускать подобную активность тогда, когда рынок малоактивен не из-за того, что является безидельным, а из-за того, что он физически малоактивен, из-за того, что там отсутствуют игроки. И именно сейчас, то есть на азиатской сессии в пятницу именно это и случилось, поскольку нью-йоркские биржи уже были закрыты, а вот торговля в Сингтон-Пурге еще не началась. Поэтому мы сейчас, наверное, можем поверить в эту официальную позицию, то, что ошибка алгоритмического трейдинга, низколиквидные торги, может быть, даже срабатывание стоп-приказа являлся причиной той коллекционной динамики, которую мы видели по британцу. Но я также еще хочу ответить, что в основу алгоритмического трейдинга закладывается еще и фундамент, потому что роботы заточены на отслеживание новостного фона, который присутствует на рынке. Вы помните, что в пятницу мы чуть ли не первыми сослались на комментарии Франсуа Холланда, президента Франции, которые были сделаны им в интервью в Financial Times. И после публикации этой статьи, собственно, как только она появилась в средствах массовой информации, и началась такая повальная динамика по британцу, которую мы наблюдали. Совпадение ли это? Ну, я не думаю, что стоит верить в совпадение подобного рода. Может быть, это все связано, опять же, с тем, что я обозначил, и это является, может быть, даже чьей-то целенаправленной игрой. Как бы то ни было, минимальные уровни вы все прекрасно видели на разных площадках. Что интересно, эти минимальные уровни были различные, но нам, наверное, стоит говорить про такую консенсию значений, это чуть выше 1.18. После этого последовало быстрое восстановление пары до отметки 1.24. И вот сейчас мы видим то, что фунт торгуется примерно рядом с этим ценовым рубежом. Я по-прежнему рекомендую вам держаться подальше от трейдинга британцев. Да, я понимаю то, что фундаментальная картина указывает на то, что фунт будет оставаться у царя. Ведь не просто так. На прошлой неделе мы так много говорили о весьма жестком в плане сценария выхода Англии из состава ЕС. Мы сослались на комментарии Терезе Ме, которая является примером министра Англии, и знаем то, что она сделала ставку не на сохранение от доступа к внутреннему рынку, а на контроль миграции. Это очень не понравилось ни Франции, ни Германии. Поэтому Франсуа Олан дал понять то, что сестюкаться с Англией никто не будет. Если Англия считает, что сможет выдержать жесткую процедуру выхода, значит так тому и бывает. Может быть это настраивает нас, особенно долгосрочных трейдеров, на то, что фунт неизменно будет снижаться. Если вы последите и попробуете, скажем, поискать долгосрочные цели многих инвестиционных банков, я думаю, вы сможете заметить то, что есть даже прогнозы, которые предполагают вероятность их предметного значения к середине 2017 года. Но это, безусловно, крутовато. Хотя мы видим, какие форс-мажоры случаются по фунту за очень короткий промежуток времени. Вот, в частности, в пятницу мы увидели ослабление фунта против доллара больше, чем на 6%. И произошло это за какие-то 2 минуты, может быть даже меньше, секунд за 90, за 100. 6% для валюты это очень много. Тогда, когда фунт уже в июне, по факту ставшего известным Брекзита, потерял также еще больше 10%. Поэтому нисходящая динамика, она будет оставаться в приоритете. И чем больше негатива мы будем слышать по факту исхода сценария Брекзита, тем более выраженным будет эта нисходящая динамика. Но рекомендовать занимать короткие позиции вам сейчас, особенно для тех, кто уже промедлил и не сделал это раньше, я пока не буду. Давайте последим за фундаментом, посмотрим, пока рынок устаканится после форс-мажоров, наблюдаемых в пятницу. И только после этого перейдем к торговле по обретацию. Из важных отчетов сегодняшнего дня выделить практически нечего. Исходя из того, что сегодня день в буквальном смысле выходных, день Колумба в США, в Японии день здоровья, в Канаде день благодарения. Торги обещают быть низколиквидными. Поэтому мы с вами плавно перекочуем торговую сессию вторника. Завтра с утра в 9.30 подведем итоги сегодняшнего дня. Посмотрим на те отчеты, которые будут на повестке уже вторника. И еще раз проговорим, как можно действовать дальше. Из основных отчетов, на которые стоит обратить внимание в рамках этой недели, в среду протоколы заседания ФРС и в пятницу выступление Джанет Хеллин. Вот на мой взгляд, эти события без каких-то дополнительных информационных поводов со стороны Англии будут выступать основными маркетмейкерами текущей пятидневки. Кодовое слово на сегодня. Сопротивление, величина бонуса 16%. Действовать он будет до следующего брифинга, который состоится завтра в 9.30 по московскому времени. На этом у меня все. Большое спасибо всем за внимание. Не забывайте о том, что весь видеоконтент доступен на нашем официальном канале на YouTube. Заходите, подписывайтесь, комментируйте, оставляйте ваши вопросы и ставьте лайки. Спасибо, всего доброго, до свидания.